Национальная библиотека имени Расула Гамзатова сегодня стала центром притяжения книголюбов и издателей. Здесь начала свою работу седьмая книжная ярмарка Таркитау. Выставка собрала писателей и издателей со всего юга страны. Побывал на ней и наш корреспондент Зумруд Гамидова. Ей слово. За последние несколько лет Таркитау стал самой крупной книжной ярмаркой на Северном Кавказе. Она проходит с 2012 года, однако такого размаха не было давно. Гостей ждали презентации издательств и книг, круглые столы и встречи с писателями. Среди участников ярмарки много известных гостей и представителей творческой интеллигенции. Благодаря Таркитау Таркитау Тагестан открывается нам совершенно с новой стороны, как фрагмент большого, широкого, просторного, единого на самом деле для всей планеты мира книжной культуры. Тагестан – это полноправная часть мирового культурного ландшафта, мирового книжного ландшафта. И что на самом деле читающих людей, людей, заинтересованных в книге, заинтересованных в литературе, в чтении как таковом, здесь так же много, как и во всем остальном мире. Ярмарка постепенно расширяет географию участников. В этом году свои книжные новинки представили лучшие издательские дома России, Казахстана и Белоруссии. Ее главная цель – изменить в лучшую сторону ситуацию в системе образования и воспитания подрастающего поколения. Кроме того, по словам организаторов, Таркитау поможет многим молодым людям проявить свои способности. Самая главная цель, конечно, приобщение молодого поколения к литературе и вообще к гуманитарным каким-то ценностям здоровым. И, ну, попутно, конечно, возникают и другие мысли, другие идеи. Это все равно воспитательный процесс. Дело в том, что книжная ярмарка – это не только демонстрация или продажа книг, это, конечно, знакомство с литературой. И, конечно, тут вопрос очень сложный, потому что молодежи трудно рекомендовать, у них есть свои приоритеты. Но мы не навязчиво вот так аккуратно предоставляем возможность выбора. Посетители отмечали, что сегодня, когда молодежь все больше обращается ко всевозможным гаджетам, очень важно поддерживать именно живую книгу. И подобного рода выставки дают такую возможность. Любой желающий здесь имел возможность приобрести книгу на свой вкус. Скажите, пожалуйста, вот что вы сейчас смотрите? Ну вот, смотрим для своих внуков. Любовь к книгам, все в интернет связалось, а живая книга – это уже, считайте сами, сравнить с чем можно живую книгу с интернетом, его не сравнить и ничем не сравнить. Как живая книга, чтобы обратно перешли на книги, любовь к книгам, что проявилось. Общение с друзьями и интернет не мешает молодежи интересоваться художественной литературой. Выставка стала тому доказательством. Может и было где-то 5-6 лет назад, что люди не читали, но я могу сказать, что я хожу в библиотеку, я вижу людей, которые читают, и сейчас можно сказать, что нет такого, чтобы люди не читали, особенно молодежь. Я вижу в троллейбусах люди читают, в автобусах сидят, читают в парке. Ярмарка продлится три дня. За это время пройдут презентации книг местных издателей, концерты, представления фотопроектов и другие мероприятия. Кроме того, желающие из посетителей смогут прочитать свои любимые стихи у свободного микрофона. Зумруд Гамидова, Джалал Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.